Все, погнали! Здорово, друзья! Сегодня у нас 24 декабря 2015 года. Это последний стрим в этом году. Или крайний, как говорят спортсмены. Сегодня мы будем играть турнир МТТ, который проходит в серии FireMonkey, в котором можно выиграть тренировку, может быть со мной, может быть не со мной, но важно, что она будет стоить 400 долларов. Через 45 минут турнир стартует, пока участников 38. В принципе, есть какой-то еще, по-моему, даже гарантированный здесь призовой... или призовой фонд, если я не ошибаюсь. Ну-ка. Ну, вроде должна быть. Короче, сейчас точно оверлей. Если у вас есть аккаунт на Lotus, вы хотите попробовать нажить тренировку со мной, еще и в оверлейчике поучаствовать. Да, гарантия 1216. То есть сейчас, скорее всего, еще оверлей будет достаточно долго. Так что, в целом, прикольная идея здесь поучаствовать. Просто ради развлечения. Те, кто уже смотрит это в записи, вам остается кусать локти, потому что вы упустили крутую возможность. До начала МТТ я поиграю, наверное, какие-то спинн-гоу на покер-кинге. И это будет НЛ, может ПЛО. И параллельно поотвечаю на вопросы, в зависимости от интенсивности. Но как-то так, наверное, сегодня стрим пойдет. Ну и параллельно, наверное, чуть больше, может, вопросов каких-то. Новогодний стрим сегодня. Так, 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 так. Что за возможность реализоваться? Lotus Poker проводит. Можете от любого аффилеида зарегистрироваться. Ну, наверняка у вас там есть аккаунт. Там куча сейчас всяких разных акций проходит. Найти там надо в 21 час турнир FireMonkey за 8,8 доллара. И вот у меня открыт номер турнира, вы видите. Лобби его открыто сейчас. Ну и зарегистрироваться можно выиграть. Тот, кто человек, кто выбьет меня из турнира, получит плюшку. Допинг употребляешь для улучшения работы мозга? Нет, не употребляю. Ты же говорил, что тебе не нравится МТТ. Но мне действительно МТТ не очень нравится. Но так как здесь сюда пригласили поиграть. И я играю МТТ сейчас не ради заработка, а ну просто как элемент какой-то фана для вас развлекуха посмотреть МТТ. Ну, я постараюсь тут не ударить в грязь лицом. И ну, чтобы не вылететь на первом этапе, буду тайтиться. Мне еще надо какую-нибудь картинку, наверное, будет вставить, чтобы так как турнир идет без задержки, чтобы вы не увидели мои карты. А то я вас знаю. Какую-нибудь картиночку вставим. Обязательно. Участие в турнире стоит, да, 8 долларов. Не фриролл, конечно, извините, но 1200 долларов призовой фонд гарантированный. Поэтому там просто 1200 разделим на 8,8. Соответственно, до 136 человек это будет оверлей. Участвовать крайне выгодно. Так, я уже зарегистрировался в нескольких Spin & Go. Надеюсь, сейчас пойдет в них возня. Да, идет в Lotus какая-то серия. Какая-то. Я, на самом деле, о ней узнал только сегодня. И даже специально гуглил ее. Lotus за это, конечно, большой-большой-большой минус. В плане того, что анонсов было очень мало. И это у нас ПЛО всплыло. Забавно. В ПЛО Spin & Go я вообще не играл, на самом деле. И, наверное, это будет весело. По поводу Lotus. Lotus. Даже не могу найти ссылку. Я гуглил по названию FireMonkey Series и только тогда смог найти я что-то об этой серии. И там, на самом деле, ну, за эти деньги, я считаю, достаточно веселая серия. Сейчас я вам покажу, что там. Вот, смотрите. Оп, 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 оп. Тоже сфолдинг. То есть, тут реально дают кубки за победу. Участие недорогое. И, то есть, в принципе, весело поучаствовать. И, может быть, нажить стекляшку тоже неплохо. Так. Туз Король 8. Я думаю, что я не сильно впереди его диапазона. Я могу тут поставить Аллын, но я не думаю, что он когда-либо сфолдит. Просто так скатать с ним боевую, наверное, будет не совсем хорошо. Я просто заколю и поставлю Аллын, если хоть как-то зацеплюсь за доску. На такой доске, конечно, с таким стеком выставляемся. Погнали. Не доехали. 30 фишек осталось. Так, по поводу забастовки. Наверное, я запишу отдельное обращение. Но, в принципе, я общался... По этому поводу с Алексом Омом. И он мне рассказывал про их план, который есть сейчас. В принципе, я, наверное, рекомендовал бы всем присоединиться к этому протесту. Потому что, по сути, выбора, ну, не так много. У всех тех, кто играет на Покер Старс и для кого рейкбэк являлся значимой частью дохода. Поэтому я не вижу, как бы, других вариантов. Не из-за того, что протест — это так круто. У него большие шансы на успех, но какие-то шансы есть. И, похоже, это единственные ауты, по сути, для всех тех, кто играет на Покер Старс. Иначе ожидание будет существенно снижено и надо будет искать какие-то другие румы. Как видите, я настроил Покер Трекер. Для этого всего лишь пришлось снести базу. Но теперь зато работает Покер Трекер. Даже могу вам, наверное, показать свой график за все турниры. Ну, то есть, такой около нуля где-то долблю. Наверное. Не знаю даже, на какой рейкбэк можно в этом руме рассчитывать. В целом, вроде бы он неплох. И по этой причине, возможно, если тут рейкбэк, допустим, процентов 60, то, наверное, это будет даже какой-то плюс. Даже вот так вот настолько неподготовленного человека, как я, может быть, плюс. В плане Spin'n'Go. Чек-чек. У нас лучшая рука всегда. Поэтому нам наша задача заставить оппонента заплатить. Хотя бы сколько-то. Алын. Наверное, нам придется колить. Хоть это будет достаточно дерьмово. Антохаха. Регнулся. Сейчас чую-втащу. Удачки тебе. Надеюсь, что... Если ты втащишь, а, кстати, да, ты 42-й. Надеюсь, если ты втащишь, то мы с тобой... Если ты выберешь тренировку со мной, плодотворную тренировку проведем. Почему одномастные дамы и король считаются лучшими, чем одномастные А для блеф 4 бета? Да. Сложный вопрос. Во-первых, кто тебе сказал об этом? Что они считаются лучшими? Стуз 5 я просто попробовал выбить весь блеф оппонента. Король, хай, доски нормально мне подошли, поэтому... И еще, как бы, когда такой расклад, что это был для вэлью на флопе, это вообще круто. Когда планируешь сделать это обращение? Ну, на днях, наверное, запишу. Думаю, что до воскресенья точно это сделаю. Что думаешь про создание покерного профсоюза? Это крайне тяжелая штука для... Для того, чтобы ее поднять. Ну, просто как ее организовать? По сути, профсоюз... То есть... Какая основная фишка профсоюза? А в том, что тебя могут не взять на работу, по сути, если ты не являешься членом профсоюза. По-моему. А здесь, соответственно, такое организовать будет невозможно. То есть все новые и новые игроки постоянно приходят. Соответственно, их обязать вступить в профсоюз очень тяжело. А в то же самое время, если ты... Если профсоюз хоть как-то будет работать, то он, по сути, будет защищать права всех игроков. То есть он же не может сказать, что вот я... Мы защищаем там вот этот вот список из присоединившихся к протесту. Кстати, сайт протеста, если... We are poker players. По-моему, как-то так он звучит. Сейчас я вам покажу сайтик. Да. Вот он. Блин, не надо на весь экран. We are poker players. В принципе, можете сюда зайти и посмотреть. Вот уже 407 человек. Здесь, наверное, появится и мое обращение. Ну и тут же программа. Если вы еще этого не видели, то обязательно зайдите, посмотрите. We are poker players. Ну вот. Ну и, соответственно, по поводу покерного профсоюза очень тяжело его организовать. Просто очень тяжело его организовать. Скорее, тут какое-то комьюнити людей, которое будет на каких-то началах биться за права большой группы игроков. Ну и, возможно, это в дальнейшем перерастет во что-то более осязаемое в плане того, как эти люди будут... То есть кто именно будет в среднем играть во всех покер-румах. То есть это будет, возможно, какое-то... Какое-то... Что-то похожее на картель, который сейчас в СНГ действует. Погнали, Аллин. В прошлый раз очень сильно не складывалось spin and go. Надеюсь, что в этот раз будет получше все. Десять. Нет. Не в этот раз. Хо-хо-хо. Так. В этот раз, надеюсь, будет переть. Погнали. Не уверен, кстати, что плюс укол, хотя... Хотя-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! что сейчас популярно то есть возможно в кэше появится какой-то прообраз картелей СНГ для новых игроков естественно это будет плохо но наверное это единственная возможность хоть как-то выстраивать общение с погеррумами чтобы совсем не задушили но опять-таки это только ауты это не что-то что будет там 100% реализовано допустим мы знаем что range опа проседает в некоторых ситуациях на некоторых бордах в какую сторону надо корректировать на что опираться когда у нас range линейный полярный ну смотри то что ты говоришь что range оппонента проседает важно как ты этим можешь пользоваться по сути тут твой как раз таки range и будет вне зависимости от твоего range ты скорее будешь играть а будешь играть от того как оппонент чувствует себя когда у него range просажен там в сторону сильных очень рук или очень слабых рук на каких-то текстурах поэтому твой range как раз таки и будет в зависимости от того какой оппонент насчет сайзинга скорее я бы рекомендовал применять эксплуатирующий сайзинг и там ставить мало когда тебе надо получить кол ставить побольше когда тебе этот кол получить не нужно основная реакция большинства людей что они реагируют здесь я выиграю чего-то но думаю что он может меня заколить фишки еще поиграть есть сдамся обычно люди не могут настолько хорошо тебя эксплойтить в плане того что они посмотрели что ты на какой-то текстуре ставишь там мало значит с рукой значит они там начинают подстраивать свой range сразу же поэтому обычно это работает просто играй ставь больше с блефом ставь меньше для value это такая достаточно стандартная задержки нету ну чисто техническая какая-то запись на ютубе будет но она только появится наверное завтра и после какой-то определенной корректировки потому что музыку мы слушаем сегодня рандомную черника подари свой айфон а то у меня нет ну что ты сделал в этом году чтобы тебе или сделала чтобы тебе подарить айфон хорошего блин блин что-то с популярной музыкой какой-то проброс давайте давайте что-нибудь это здесь вроде только зарубежная старт крим привет тебя тоже я обрубил какую-то категорию из лисы надеюсь она тут будет будет такая ситуация ты ты садишься играть в ах с неизвестным и один же первой же рукой в тебя летит пуш на 100 ббс каким диапазоном буду накалировать да не знаю даже на самом деле это сильно наверное есть абузеры которые допустим заходят за стол и первой же рукой ставят алым с определенным рейнджем то есть это не просто зашли и метнули алым а зашли и метнули ну типа говно какое-то зашло они прочекали что-то метнули что-то более-менее зашло они метнули алым и рассчитывают на то что их будут неправильно колить поэтому наверное я бы не колил бы его хлузово просто-напросто то есть всю стратегию я бы не превращал в ту что я заколю их допустим широко и наживу на этом денег что они там не застилит мой блайн я скорее просто-напросто колил бы их допустим по какому-нибудь там топ 10 и при этом ну я бы угорал там наверное на какую-то часть бб то есть там не знаю 0-0-5 бб допустим из-за того что я достаточно часто сдамся и в этой ситуации я бы превращал их стратегию что они могут с меня нажить но им нужно это делать очень-очень-очень часто чтобы это была какая-то значимая сумма ну и дисперсию бы не качал лишний раз как-то так как лучше всего разбирать базу разбирать все подряд или выбирать по темам нужно разбирать то что тебя интересует то есть если тебя интересует какая-то тема в которой ты допустим не уверен что показывает оппонент ты фильтруешь руки смотришь шоудауны которые были по этой теме и пытаешься улучшить свое понимание того что происходит за столами или там не знаю ты хочешь понять там как с какими частотами люди делают те или иные действия соответственно ты тоже можешь разбирать если ты просто скачал базу и думаешь там какие мне раздачи посмотреть чтобы играть лучше обычно это не лучшее занятие для не лучшее время препровождения просто потому что раздач раздачи очень разные и ты ну это все равно что как допустим вот пустое поле которое высушенное и у тебя есть всего лишь лейка воды то есть в принципе ну что-то это какой-то бред наверное надо фолдить то есть лучше полить этой лейкой какую-то маленькую грядочку и на этой грядочке что-то возможно вырастет чем ты польешь распылишь эту всю лейку на поле и у тебя просто ну как бы не заметишь ты от этой лейки воды поэтому лучше какими-то более подробными делами заниматься у меня не слышно музыку ну давай чуть-чуть прибавим хрен знает прибавил я или нет о короли 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 на большом воине хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо может быть и джекпот покер тоже здесь стоит на покер старс не играешь нет не играю можно на ты обращаться играть я сегодня буду вот этот вот мтт турнир которым я приглашенный участник за 8 8 доллара и параллельно буду гонять какие-то спинн-го чтобы было не скучно блин но чё-то 2 дайте выиграть фолт 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 вот хорош 5 б б 8 9 давайте блин очень погранично по моему сейчас играю мид стэкс мтт начал прорабатывать стратеги в к р евэ уже полгода не радует винрейты на глубине 25 40 б б какие основные линии стоит прорабатывать основные линии которые стоит прорабатывать те которые наиболее частые встречаются у тебя то есть не надо прорабатывать чекрейза на ривере нужно прорабатывать cb ты вот так фах при таких по татсах никогда фолд это не надо фолд фолд хорош здесь затащить надо мимо так поэтому 20 40 б б в принципе основная задача здесь тебе поставить в обычных и трибет банках спектры cбетов колов cбетов и если ты это сделаешь то это по сути будет пол дела ну и возможно спектры каких-то там пушей на терне когда ты поставил cбет допустим тебя заколили там все будет очень погранично но в мтт надо помнить еще что есть определенная специфика с точки зрения ну в мтт и в спинн гоу допустим с точки зрения сайзингов которые ты используешь там я не знаю насколько сильно тебе к р и его поможет в мтт на и страй пас хорош то что м2 про В спотах BB против CO и баттона хочется иметь диапазон чек-рейза на сухих флопах против тех, кто перебарщивает с конбетами. Как бы ты строил диапазон чек-рейза в такой ситуации? Ну, зависит от того, перебарщивает в плане того, что очень много A растает, значит, логично, что нам надо чек-рейзить больше в блеф этого человека, потому что если мы будем чек-рейзить его для value, то, в смысле с value руками, то мы просто-напросто будем фолды собирать, нам значительно лучше давать ему возможность еще блефовать. Поэтому расширяй спектр чек-рейзов блеф, используй меньший сайзинг, то есть постарайся определиться с тем сайзингом, на который оппонент фолдит и используй, допустим, мин-рейзы. Если оппонент начинает очень широко сдаваться на мин-рейзы, соответственно, их используй. Если оппонент начинает тебя флотить с air на твои мин-рейзы, то ты можешь уже чек-мин-рейзить там весь свой рейндж. Блин, он играет мин-рейзом при таком стейке, это, наверное, что-то очень сильное. Я думаю, что здесь лучше сдаться. А здесь мне вроде надо как пушить очень широко. И тхай, наверное, это ок. Пограничный пуш, может быть, это был фолд. Но парень очень часто сдавался, поэтому, может быть, это ок. 180, т2, нэн пас. Ну, коин затащим. Близко, хорош. А здесь, наверное, лучше олдин поставить просто-напросто. Почему на старзах не играешь? Забанили, что ли? Да, старая история. Давно забанили. Самый большой множитель в джекпотах выпадал, по-моему. Ну, здесь небольшие джекпоты. Поэтому, по-моему, что-то типа... По-моему, 10х. Что-то типа такого. Ну, как бы моя дистанция в 300 турниров... Как бы ты же понимаешь, это смешно. Чтобы говорить о каких-то множителях. О-о-о, детка. Открой один стоун L2. Я не знаю, как там разрывать. Ну, наверное, не сегодня. Может быть, в какой-нибудь другой день обязательно поиграю на L2. Но сегодня, скорее, мы будем играть МТТ. Вот это и... Спиннгол. Так что, сори. Но... Сегодня не выйдет. НЛ2 поиграть. Что за рум? Американцы есть? Да, здесь есть вроде как американцы. Рум. Покер Кинг. Так. Звучит. В принципе. Room City Winning. Достаточно много здесь игры. Можете его через покер-скаут пробить, если вам интересно. По поводу сайзингового МТТ. основной принцип такой, что поле настолько слабое, что не понимает, сколько нужно дефить, на какой сайзинг, и почему... Ну, КР-ЕВ поможет тебе, но просто, на мой взгляд, слишком сложная программа для такой задачи. То есть, ну, конечно, может быть, может быть, можно это, но против тебя люди не будут играть как-то сбалансированно. Поэтому твоя задача скорее просто строить, иметь какой-то более-менее сбалансированный рейндж и думать самому, как эксплойтить оппонентов. И сайзинг, основная фишка сайзингов в игре короткими стэками в том, что когда ты бетаешь... Ты бетаешь очень мало, люди не продолжают достаточно часто. То есть, почему многие люди проигрывают, допустим, в лимитный покер? Просто потому, что они недостаточно часто идут на шоу-даун. То есть, там, вас ставят треть банка на флопе, вы не можете, там, фолдить, допустим, туз-хай. Многие люди этого не понимают, им нужна, там, хотя бы пара. И из-за этого, соответственно, они начинают угорать. Ну, да, бан на строзах не приговор, я с этим как бы жив вроде как пока. Если захочу... Здесь просто квальт. Хорош. Такие люди нам нужны. Если я отыграл дневную сессию, на следующий день не стоит тратить время, разбирая минусовые споты на нее, когда я сажусь играть на другое, занимаюсь, к примеру, на цепетами, в общем. Тебе не нужно садить играть следующую сессию, если ты... У тебя есть вопросы по сыгранной сессии. То есть ты вот играл только что, и вчера, или позавчера, неважно. И у тебя остались непонятки, как играть в какую-то ситуацию. Ну, значит, надо взять ее, разобрать сначала, а после этого... После этого... Тут может быть широкий пих. Мне не хочется играть бэдкол с десяткой, наверное. 10 хай лучше просто. Тайтл с игра. Если вам нравится стрим, кстати, можете бахнуть лайк, или подписаться на канал на ютубе. Бахнуть плюс на джипси-тим, на гудгейме. И этим вы меня сильно порадуете. Я не метовка, я осторожный. Привет. Смотрел базу регов высоких лимитов. На стилс баттон. Они на СБ играют почти исключительно 3-бет или фолд. Можешь объяснить их цифру 3-бета? 18-20%. Ну, люди открываются достаточно широко. Они 3-бетят широко для вэлью. При этом они используют для 3-бета не только тузы короли, но и всякий разный бродвей, который против спектра кола тоже является для вэлью. Айвис пупи один. Ну, бах, не просто подпишись на канал на ютубе. Ты же сейчас на ютубе находишься, на твиче находишься. Вот там подпишись на канал, и это будет большая поддержка у меня. Большое человеческое спасибо тебе за это. Лимпы вообще не использовать в этих СНГ. Вопрос непростой. Я на самом деле думаю, что сам я использовал лимпы, в том числе вот на этом графике. Я думаю, что где-то, наверное, вот досюда вот я сыграл, ну, то есть порядка третий, наверное, дистанции. Порядка 100 турниров я использовал лимпы. И, как вы видите, красная моя линия росла. То есть я практически не играл из-за того, что рейс фолд. Я почти не терял по 2бб. И это было... мне казалось, что это выгодно. Однако... После этого был такой достаточно длинный флэт, если в турнирах померить. То есть был достаточно длинный флэт, и я подумал, что надо что-то менять, и где-то вот с этой точки я начал не использовать практически лимпы. Соответственно... Думаю, что здесь надо сфолдить на 16бб против такого большого опена. И вроде как дела пошли в гору. Поэтому я думаю, что в играх с тайтовыми игроками, которые не будут ваш лимп переставлять часто рейзом или пушем, вы можете лимпиться, даже там имея, скажем, мало блайндов. Но в то же время, имея мало блайндов, ну, скажем, вот этого парня 3бет 0, я ожидаю, что он здесь там... Обычно чекнет, возьмет фрикарту. Поэтому, возможно, мне король 4 невыгодно там... играть через рейс. Я лучше там попробую сыграть банк меньшего размера. В частности, здесь просто попробую дойти до шеллдауна. То есть против таких людей, достаточно пассивных, предсказуемых, в некоторых ситуациях лимпы, на мой взгляд, использовать лучше, особенно вот при не очень глубоких стеках. Но самим я на самом деле не рекомендую вам часто брать бесплатную карту. Вот, скажем, если рассматривать моё мат-ожидание, когда я здесь просто заколю, точнее сказать, чекну, когда он закомплитил, то моё ожидание в среднем от того, что я увижу флоп, оно не очень большое и существенно меньше, чем моё ожидание, если я заберу эти деньги на префлопе. Естественно, есть шанс, что он у нас просто там сыграет лимп колл с чем-то очень сильным, но большинство людей не обладают достаточно хорошо сбалансированным рейнджем лимп колла. Поэтому против таких людей существенно выгоднее не брать флоп, а просто ставить all-in, если у вас что-либо играбельное. Но в целом лимпы можно использовать. Хоть бы я не очень... То есть использовать их крайне аккуратно. Очень много людей, с кем я играл, используют их слишком часто. На мой взгляд, рейзом играть плюсовее. То есть в этой ситуации, допустим, может быть, можно было 10-5 и залимпить, если против вас играет оппонент, который нечасто рейзит, ставит all-in в этой ситуации. На месте оппонента я бы очень часто ставил all-in на 10 бб, если бы меня залимпились. Тут как бы тоже не вижу других вариантов для розыгрыша. Sucks. Такой просто... Ну, то есть вот это даже очень кислый для вас, на самом деле, расклад, если оппонент на ваш лимп будет хотя бы даже минрейс сжать. То есть, блин, это вообще реальный угар для вас. Но, сори, братюнь тут. Бабки в кассу. Нет, не в кассу. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Лучше бы ты нажал фолд. На самом деле, оппонент сыграл плохо, потому что я всегда закрою его пуш, и он всегда будет выставляться с 5 хай, то есть снизу. Зачем ему давать мне удваиваться, непонятно. Плохо было с его стороны. Ну, тем не менее, мы здесь проиграли. Что делать? Так. Баттон 50% открывается, СБ 15% 3-бетит. Какой диапазон? Ты бы колел или 4-бетил на ББ? Особенно интересует розыгрыш пограничных рук. Такой ситуации туздама восьмерки-десятки. Нам тут сложно достаточно какую-то супер плюсовую стратегию продемонстрировать с такими руками. Скорее, обычно я бы играл через колл с этими руками, потому что у нас с ними есть мы доминируем часть блеф спектра оппонента. У нас есть возможность с восьмерками-десятками во что-то попасть, либо переиграть оппонента, имея позицию на СБ. Поэтому если я бы не ожидал какого-то лютого исполнения от Баттона, то скорее всего я бы просто колил бы эти руки. Я отыграл больше полмиллиона рук на НЛ2 в ноль, при этом смотрел кучу видео, читал кучу книг. Если бы тебе дали миллион за то, чтобы ты научил меня плюсовать, вероятность, что я побью лимит была бы сто процентов или есть безнадежно тупые люди, которым просто не дано? Да нет, безнадежно тупых людей нет, мы все как бы родились без каких-то знаний математики, теории вероятности и прочего. Соответственно, все возможно. Так, 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 здесь пас, здесь, здесь походу нам надо ставить all in, потому что рассчитывать на folding equity лучше, чем хорош. 4-5, это хорош. Охо-хо-хо-хо-хо, мы играем в ПЛО, у нас есть бэкдор ауты. Так, мне надо добавить какую-нибудь картинку, чтобы вы не могли пасти мои карты. пас, пас, наверное, просто пуш, адд, hello, hello, 2туза, здравствуйте, меня зовут 2туза, мхо-хо-хо-хо, это называется просто унижение, просто унижение, бабки в кассу, бабки в кассу, так, я нажал нет же вроде, почему-то я снова открылся, так, можем ли сюда сесть, сесть здесь отлично, так, add picture, 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 или media file, media file, хорошо, загрузки, ps, 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 оу, помельче, пожалуйста, хо-хо-хо, вот так вот будет, всем удачки, кто собрался обыграть меня на турнире, затащить тренировочку, надеюсь, вам это будет по силам, но я заодно по-пиарю немножко, а а мая дон килл покер то есть кубе медуза, то есть тут возможно есть какая-то фундаментальная ошибка с точки зрения понимания того, что надо делать в покере, то есть если ты сыграл миллион раздач и при этом ты все еще сыграл фоноль, то наверное ты что-то сильно делаешь неправильно, блин, вот здесь похоже на то, что надо колить, такое количество гадшотов, сакс, все-таки надо фолдить, тайт его играл, так погранично это, на мой взгляд, просто потому, что очень много денег занесено, соответственно, рекомендовал бы тебе может быть играть поменьше столов, если ты играешь там, их допустим очень много, постараться может быть пообщаться с кем-то из тех, кто достаточно высоко играет, ну или выше тебя, наверное, это может помочь, в принципе у тебя есть трудолюбие, если ты выкатал миллион раздач, а трудолюбие является важной частью в покере. Но это неинтересно, ребята, если вы будете видеть мои карты без задержки, то как бы для кого-то будет очень простая тренировка, чек, рейс? What the fuck? Наверное, я сыграю колы. Что это? Что это такое? Я не думаю, что я могу это колить на самом деле. Может быть, и могу. Нет, думаю, нет, все-таки. Еще поиграем. Тоже спины спины я играю только на стриме. Так просто не играю. так, здесь мы поставим алым. три стола слишком много для моего маленького мозга. Определенно. Воды, конечно, могут помочь улучшить игру. определенно. Трудолюбие, конечно, и по жизни тоже дивиденды приносит. Хо, девять-три ждал, ждал, терпел, потел и девять-три поставил алым. Красавчик. ноу. Так. Так, так, так. А, слева в углу еще видно комбинацию. Слева в углу, слева в углу. да, это кисляк, если ее видно. Прям вообще, прям кисляк. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, так, секундочку. Показать. тут где-то должно быть показывать силу руки, как я понимаю. нашел. Нашел. так, теперь я вроде как защитился полностью. А, больше не получится. Таким образом. Восьмерочки. Ха-ха-ха-ха-ха. Восьмерочки. Все они просто идет изнасилование. Изнасилование всех и но я буду раздачи просто потом прокручивать если они какие-то более-менее интересные будут чтобы тогда вам будет видно так инвестируешь финансы куда-нибудь и куда сейчас не веду никаких инвестиционных проектов так 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 сделать картинку чтобы стек было видно какие у хитрые там внизу ж карты как-то видно теперь парень мне фаталити сделал амаху да нет наверно не планируется скорее просто поиграем спинн-го вот этот турнирчик он кстати с турбоструктуры по ходу как-то уж очень быстро блайнды растут думаю что лучше от человека сыграть блин конечно в мтт я очень давно не играл я даже не представляю себе какие тут блин ну так видно с моей карты короче если видно чтобы вам было видно стек тогда вы будете видеть мои карты это не каст транс доминатор чё тебя так интересует мои финансы и они совсем понимаю держишь держу я в банке но какая разница как думаешь сколько было бы у тебя времени заняло подняться самых низов кэша до рабочих лимитов не знаю ну скажем играть 60 тысяч раздач в месяц то есть сколько это боим нл-2 нл-4 сколько лимитов нл-4 нл-10 нл-20 нл-50 нл-100 нл-100 нл-200 нл-400 нл-400 ну нл-400 хотя бы это 7 7 лимитов надо пройти на каждом лимите надо выиграть сколько как минимум наверное 50 боин ну если 50 боин выигрывать за 50 боин ну в принципе при усиленном гринде наверное 50 боин можно за месяц выигрывать ну то есть что-то чуть больше чем полгода наверное месяца 9 а если условно у нас на дистанции в полгода при ци бете 62 процента success 43 процента имеет ли смысл перестроить центр спектр ци бета отталкиваться средней частоты дефа оппонентами можно это использовать но в целом success ци бета на флопе слабо зависит от частоты твоего ци бета то есть если у тебя скажем был бы ци бет 50 процентов у тебя success был бы где-то таким же ну может быть он был бы 44 процента но он незначительно бы изменился люди слабо ориентируются вот именно на такие статистики так еще есть какие-то настройки давайте посмотрим красавчик красавчик но красавчик 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 это не мне вопрос ну чем больше ступеней через которые вы будете идти тем наверно ну соответственно прибавляйте месяц условно говоря на каждый лимит мтт случайно я играю то есть это не просто ради стрима это не и ради денег один столик кэша наверно тоже нет просто потому что не хочется все мешать из кэш на кэш стол сейчас тяжело сесть потому что ну так водится что на стол на кэш стол тяжело сесть что стол сразу распадается играть хат за параллельно с этим тоже не очень хочется лотус эта сеть 8 8 отличаются не акции трафик по моему у них немножко другой но они к восьмеркам приближаются постепенно чек минрейс интерес бум фаталити для для меня либо для него ну валет 3 это никогда не валет 3 привет антон как-то на стриме у тебя писал что не могу справиться с нл 2 уже год на что ты ответил отмазка да 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 именно это и я задумался на этой фразы каждый день прокручиваю голове и в конечном итоге с начала декабря решил перестать отмазываться и показателем рейд 10 б и успешно побил ну да в принципе для того чтобы побить 2 нл скорее всего причина в как в вас скорее не в игре то есть надо чё то чё то в себе поменять в своем подходе к покеру может стол распадается в том смысле что но вот смотри я сейчас открою лобби тебе холдума допустим то есть за какой мне стол здесь сесть для того чтобы это было интересно безлимитный холдум у нас средний допустим лимит то есть видишь у нас есть стол заполненный да а ну это вообще пеханина ну то есть у нас либо стол заполнен целиком либо на нем нет игры то есть ноль игроков потому что все сидят ждут фиша есть фиш они играют соответственно нет фиша они не играют ну то есть единственная возможность добавить наверно снэп покер но у меня будет постоянно внимание на тогда на снэп покер пусть там рука за рукой идут на восьмерках есть ограничение такое же то есть на лоб с покер есть такое же ограничение на количество одновременно играемых столов как и на восьмерках задержку я не буду стрим перезапускать то есть тут не нравится мне эта идея из-за чего такой негатив на финансовые вопросы просто интерес есть это же вроде как ответ на вопрос но тебя интересует не финансы в целом тебя интересуют мои финансы и это вопросы некорректно если бы ты меня спросил пурите а что ты думаешь про венчурные инвестиции я бы тебе дал раз развернутый ответ а ты меня спрашиваешь типа чувак где ты хранишь свои деньги мы выехали и это не совсем то насчет нет нет не те ответы на вопросы которые здесь будут спасибо всем тем кто подписывается на канал на твиче наверное стоит вам показать несколько раздачи которые здесь были тик 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 мне сдали туз 3 я сыграл open рейс и парень заколил на бб я поставил цб от получил чек рейс чек остановись получить чек рейс на такой доске сам для саши стрёмно несмотря на то что я поставил мало раньше оппонента полярный соответствия играю колл выпал туз оппонент продолжает ставить в этой ситуации я иду уже на шелдаун сколько бы он не поставил на ривере как бы если у него тут со двоек или 5-4 ну значит так тому и быть но это лучший терн для меня поэтому лучший терн наверное да вообще на лучшую терн ну один из лучших точно на нем часто полетит может полететь блефовый баррел поэтому здесь играем просто колл и на ривере оппонент не стал ставить обычно он пустой совсем иногда люди здесь чек рейсит с валетом и если я поставлю аллы мне на самом деле тут достаточно тяжело блеф изобразить какой-либо поэтому нужно поставить сколько то чтобы получить колл я выбрал 700 оппонент сдался так была еще какая-то раздача по моему с пятерками так тут 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 там на король хай флопе ой-ой-ой не заметил еще одного чувака так 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 же вроде 8-8 и лотос здесь надо поставить думаю что он никогда не будет блефовать поэтому просто поставим если он что-то под контролем в недвижимость мне не очень нравится инвестиции хорош хорош кулерок с двумя шестерками я сыграл кол на префлопе кол на флопе на ривере поставил побольше получил пуш это достаточно странно но тем не менее странно в плане его рейнджа но я естественно тут должен играть кол то инвестиции в недвижимость интересны на растущем рынке сейчас рынок недвижимости вообще рынки падать будут поэтому инвестиции в недвижимость на мой взгляд сейчас неинтересны если вы посмотрите на график недвижимости в долларах то увидите что он достаточно сильно упал с восьмого года и продолжит еще свое падение ну а то что он растет в рублях это как бы просто резаной бумаги у вас становится больше пул лотос с восьмерками общий но нету по моему хай лимитов каких-то поэтому как то так как прошел 2015 год и продолжил дани в покере а 2015 год хорошо прошел я многое сделал из того что хотел много занимался спортом в принципе нигде не филонил и обрел какую-то гармонию большую гармонию так скажем поэтому в принципе от шестнадцатого года жду показать такие же результаты в плане подхода к делу Антон откатал на Сазах 4000 рук за неделю фиксит лимит микро в ноль постоянно опом доезжает дро и ривером кладут ну смотри относительно фиксит лимита тут специфика фикс лимита такая что очень много рук идут на шоу даун и соответственно выгодно тащить все дро то есть это не то что опом доезжает всегда им доезжает с определенной частотой и это для них является как бы это делает их колы на предыдущих улицах обоснованными не знаю будет ли он насколько здесь широко вставить аллын думаю что надо играть в боткл поэтому это как бы специфика игры и считать что там тебе не везло эти четыре тысячи рук потому что оппонент там постоянно доезжает это неправильно скорее тебе нужно перестроить свою игру исходя из того что там с какой частотой что люди будут тащить дро и соответственно тебе там имея руку которая лучше чем дро необходимо с ней добирать чаще тогда ты будешь заставлять оппонентов всегда платить но с точки зрения доходности на мой взгляд на мой взгляд фикс лимит особенно на низких лимитах там крайне тяжело побить рейк и совсем не выгодно поэтому скорее я бы не рекомендовал а кстати игроков то всего 98 было то есть оверлей в турнирчике с учетом того что с учетом того еще что 400 долларов можно получить тренировочку так вообще приятно поэтому я бы тебе не рекомендовал играть в НЛ в фикс лимит скорее играть в НЛ уже и там учиться рубль продолжит падение естественно блин вот этот я сбросил в этой раздаче который сейчас на столе сбросил король даму хрен знает при такой глубине правильное ли это действие 10М типа погранично рубль продолжит падение у него нету других шансов других вариантов во что сейчас считаешь оптимальным инвестировать ну как и обычно на самом деле я считаю что наилучшие инвестиции они в себя то есть если ты можешь как-то чувствовать себя по жизни лучше наверное это лучше всего сейчас в это деньги направить инвестировать во что-то чтобы потом там это приносило какой-то доход я считаю что это темы очень сильно переоцененные и с точки зрения ожидания ожидаемого дохода то есть люди неправильно рассчитывают риски из-за того что они непрофессиональные инвесторы и с точки зрения там ценности этих денег то есть ну когда тебе там не знаю 60 лет и ты можешь себе позволить там кабриолет какой-нибудь спортивный но он тебе не нужен потому что ты думаешь там как бы со своим соседом по дому в домино поиграть поэтому я думаю что всему свое время если у тебя есть сейчас какие-то желания и это сделает тебя более счастливым человеком то скорее нужно сейчас эти осуществить желания ну и самое главное самые лучшие инвестиции я считаю допустим в какой-то ну в то чем ты зарабатываешь тоже хорошие инвестиции скажем я не знаю если ты зарабатываешь на жизнь покером то у тебя должно быть одно из лучших рабочих мест то есть оно должно быть удобное чтобы ты на нем здоровье не терял хороший монитор быстрый интернет удобный стул нужно заниматься спортом это тоже отнимает время и деньги тем не менее на мой взгляд это может повысить качество жизни поэтому это лучшие инвестиции на мой взгляд 500 турниров можно ли считать дистанции но нет скорее наверное какую-то информацию с этого получить можно но вряд ли всеобъемлющую 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 И вообще, с точки зрения того, чтобы знать, что ты там гарантированно плюсовый, это крайне тяжелая задача, потому что ты обычно, ты находишься в среде, которая постоянно изменяется. То есть, поле меняется, твой уровень игры меняется, причем он может измениться в обе стороны, наверное. Ну и, соответственно, то есть, даже если ты там показал какой-то винрейт на предыдущей дистанции, еще не значит, что ты будешь плюсовым на следующей. Ну, здесь просто чок-фолд, у него масса пар. Думаю, что пару он тут не сбросит никогда в жизни. Тем более, да. Какой максимальный фолд на 3-бет, можно себе позволить, когда играет 30 НЛ? Ну, любая статистика, она, по сути, не ограничена ничем. То есть, тебе нужно фолдить на 3-бет не потому, что там он у тебя высокий или низкий, а потому что... Потому что так располагает к этому рейндж оппонента. Поэтому фолд у тебя в зависимости от того, если у тебя там 3-бет человек, у тебя постоянно 3-бет человек, у которого 3-бет 5%, может быть, крайне высокий, там, и 70%. Ты открываешься широко, допустим, потому что тебе крайне выгодно стерить у людей, но при этом... Предыдущая раздача у меня была дамы 5. Кресло у меня... Какое-то японское... Я сейчас на нём сижу, я вам не могу его показать, но когда-то я выкладывал у себя в блоге его. Не дешёвое кресло, что-то в районе полутора тысяч евро я его покупал. Но очень удобно оно с сеточкой вместо жёсткой основы. Что бы ты посоветовал начинающему игроку? На что стоит обратить внимание в начале обучения, чтобы в дальнейшем не было проблем? Ну, на самом деле я бы посоветовал готовиться решать проблемы. То есть вы должны понимать, что умение решать проблемы — это то, что будет вас определять постоянно как игрока, который постоянно растёт, поднимается по лимитам. То есть вы должны быть готовы к тому, что у вас будут постоянно возникать какие-то проблемы, и вы будете искать пути их решения. То есть там не понимаете, какой рейндж у оппонента и прочее. То есть умение решать покерные задачи, самому себе понимать, что какая именно у вас сейчас проблема, и стараться её решить. Вместо того, чтобы там говорить, что это стрик, и вам просто не повезло. Поэтому вот это, я думаю, что самое основное. Ну нет. Хорош. Привет, Рамза18. На здоровье. Специально для вас и стримлю, чтобы вам было весело. Чтобы в этот рождественский вечер вы не чувствовали себя, если вы его встречаете за компьютером, вы не чувствовали себя одинокими и провели его, надеюсь, в хорошей компании. Так, ну мне надо удвоиться в турнире по-любому. И так уже лютон. Ты в России вообще сейчас, да, в России, в Санкт-Петербурге? Плюша поживает, это мой код, хорошо. Играю в снэп, и там нет динамики. Я совсем низко и привык фолдить крайне широко. А в случае, когда меня линейный 3б человек, рейндж 10, фолдить 80% плохая опция. Ну, понимаешь, смотри, иногда я встречаю такую логику, что человек, допустим, говорит, я не хочу, чтобы меня эксплуатили, поэтому я буду играть колл. А после этого на постфлопе, допустим, он играет попал-не попал и проигрывает еще больше. То есть в чем понты того, что ты делаешь, там, якобы меньше, меньшую эксплуатируемость при флопе ради того, чтобы еще больше проиграть, выйдя на флоп? При том, что человек, который тебя 3бетит 10%, он вряд ли тебя эксплойтит. Он просто играет для value, по сути. Ну и зачем тебе против него стремиться, чтобы он не мог тебя эксплойтить? Ну, то есть не обязательно это делать. И если ты можешь на постфлопе что-то показать, то ты можешь расширять свой спектр. Но тогда это как бы естественный процесс, который у тебя происходит в голове. То есть ты знаешь, что против этого рейнджа ты эти руки можешь разыграть в плюс, поэтому там чуть шире ты, соответственно, и колешь. А не то, что там ты исходишь из того, что тебя можно заэксплойтить. И что тебе не нравится цифра 80%. Естественно, надо привыкать к тому, что придется играть шире рейндж, там не всегда выигрывать на постфлопе. Иногда делать какие-то crying call'ы и прочее. Если у тебя будут 7-2, так, это вопрос не мне. Ты же не играешь в турнир. Я играю в этот турнир только как приглашенный участник. За человеку, который меня выбьет, он получит тренировку на 400 долларов. Ну, со мной или не со мной, это уже вопрос второй. Если он захочет, наверное, со мной. Если не захочет, наверное, и не со мной. Насчет того, чтобы не играть в покер, да не обязательно. Я думаю, что покер все еще достаточно серьезно недооценен. Но время... Я на самом деле даже не знаю, уходит ли время. Может быть, время и не уходит. Почему-то, кстати, на ГГ меня нет на главный. Интересно, за что меня исключили с главный. Боль, печаль, разочарование. Флип, тащи, тащи, как никогда не тащил. Хорош, хорош. Можешь же, когда хочешь. Много ли я путешествовал в этом году? В этом году я, можно сказать, что никуда не ездил. И вообще на путешествия не очень хорошо смотрю. В плане того, что я некомфортно себя чувствую за границей. И из-за того, что я не особый смысл вижу в путешествиях. Соответственно, ну, мне не нравится путешествие, так скажем. То есть, точнее сказать, не то, что мне не нравится путешествовать, но я считаю, что мне не нужно путешествовать, так скажем. Это достаточно такая, не то чтобы скандальная, но у многих людей начинает подгорать, когда они слышат, что там, что как там, можно не любить путешествовать. Но есть позиция, достаточно серьезно обоснованная, которая говорит о том, что человеку не нужно путешествовать. По крайней мере, большинству людей. Да, на меня что-то на ГГ нет вообще, на первых, там, двух страницах. Хотя зрители уже у нас на ГГ сколько, 76 человек смотрят. А, нет, есть, да, на второй странице. Сорян. Сорян. В Питере сейчас самая лучшая погода, как весной. Да, согласен. Плюс шесть на улице для Нового Года, это вообще отлично, на мой взгляд. Смотрел Новый Звездный Войн? Да, смотрел, полное говно. Ну, по моему мнению. Не, вот я не понимаю такого, у людей есть вообще все. То есть в первый, в первый уикенд, там, новый, новый, новый рекорд установлен по количеству проданных билетов, там, сколько денег они собрали. То есть у них было все, и это было понятно, что это выстрелит точно. То есть главная задача это просто не обосраться. То есть вот вы собрались сделать трилогию, сделайте, соберите с каждой по миллиарду, как минимум. Просто не обосритесь в первой версии, в первой части. И они обосрались. По-моему. То есть я на вторую не пойду уже. То есть совершенно нету в фильме вообще ничего. Ни спецэффектов, ни сюжета, ни... Вообще ничего нет. Куча ляпов, хреновые съемки. Короче, у меня... А, еще и дорогие билеты. В некоторых кинотеатрах у нас были по полторы тысячи билетов. Что такое? На мой взгляд, это... Непозволительность такого уровня фильма снимать таким шлаком. Обусловленность позиции относительно путешествий. Ну, давай после стрима сейчас. Длинный, длинный ответ на вопрос. Не хочется нудить посреди стрима. Ответ на вопросы будет записан отдельным видео. И можно их будет посмотреть на канале Purity Talks на YouTube. Отдельный канал, на котором я выкладываю ответ на вопросы. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. 5BB. И выглядит как будто это с Ронни Коу. Хотя он там пушил 9-3 какие-то. Чертовски пограничный, на мой взгляд. Думаю, да, скорее это флорт. О, хорош. Холд. Хорош. Хорош. Так, и здесь тоже хорош. И здесь тоже хорош. 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 Выживший нормальный фильм. Ну, ролик мне тоже очень понравился. Я бы... Я пойду обязательно в кино на этот фильм. Прикольный был... Я сразу вспоминаю про спойлеры, когда заходит речь. Историю мне забавную рассказали. Значит, там какой-то сайт, типа, Евроньюз. И там про какой-то конфликт. И там, значит, такой разговор был, типа... Ну, ясно же, что... Там, типа, ясно же, что это не так. Это все равно, что, типа, когда Глена убили в зловещих мертвецах, ясно же, что он не погиб. И в KHL такой пишет в комментариях, как Глен не погиб? То есть, где угодно можно было ожидать спойлера, но только не на этом сайте. Так, надо ли здесь мне колить? Достаточно. На самом деле, я думаю, что надо, я думаю, что... Холд! А, так, я уже выиграл. Че, холд? Хорош, хорош. Удвоился. Молодец, красавчик. Не ударил, так сказать, в грязь лицом. Пушбот еще на уровне. Живет. Что думаешь, как думаешь, ботов в румах много? Без понятия. Ну, есть вещи там, типа, как подключенный генератор. Можно в это верить, можно в это не верить. Пока вы за руку не поймаете кого-то, соответственно, верить в это, ну, наверное, не стоит. Игры просчитываются, это точно. То есть, лимитный покер там, условно говоря, просчитан. Но это означает, что там все игроки в лимитный покер это бот. Соответственно, я не думаю, что мы с этим что-то можем сделать. Ну, если где-то боты есть, ну, окей, че, будем пробовать с ними играть. Они вряд ли там уничтожают поляну, поэтому... Сейчас войдешь во вкус и станешь топом. Нет, мне не нравится МТТ в плане того, сколько времени нужно. Я забыл уже, когда последний раз я сидел, играл 8 часов подряд. Это для меня вообще... Не готов я на это физически. Самим с собой трену проводить вполне возможно. Может быть и так. Так. Давайте сделаем еще поинтереснее, чтобы вам было смотреть. Сделаем. Какое бы я место в этом турнире не занял, весь выигрыш будет поделен между пятью зрителями и будет разыгран каким-нибудь рандомным генератором. Наверное, на ГГ там, по-моему, есть. Для этого вам надо будет зайти в чате к ГГ, чтобы принять участие в розыгрыше. Гуд гейма. Ссылку на ГГ я кину. Сейчас в чат. Так что в ваших интересах, чтобы моя позиция 19 осталась. Так. Что-то нифига не отобразилось. Ссылка как ссылка. Сейчас я ее разделю пробелами. Может быть тогда это сработает. Да. Парабельчики 2 уберете. Не знаю, кстати, сможете ли вы скопировать. Надеюсь, что сможете. А, нет, не сможете. Вы же видео это видите. Ну, короче, вертитесь как хотите. Но вот по этой ссылке для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам надо будет зайти и зарегистрироваться. На что потратил свой первый крупный выигрыш? У меня не было как такового первого выигрыша. Я начинал играть в кэш и выигрывал деньги. Все деньги я вкладывал в банкрол. И так как у меня, в принципе, деньги на жизнь были, то выигрыши никак не сказывались на моей жизни. По-моему, через год. Через год. Через год. Или через полтора года, как я начал играть, я, по-моему, вывел, ну, просто сделал кэш-аут и купил машину. Был Хунда и стал Мерседес. И, в принципе, ничего из этого. Ну, не ощутил это, в принципе, особенно. Можно ли... А, так, так, так. Перешел из холдома в ПЛО, начал играть с самых низов. Как считаешь, до какого лимита можно спокойно играть АБЦ? Да, можно играть на всех лимитах АБЦ, АВАХи. На мой взгляд, сейчас не такая большая конкуренция в плане именно скилла игроков. То есть, даже на, там, какой-нибудь ПЛ-400, ПЛК люди играют в основном вполне себе АБЦ и на живое отчетах. ФАК МИ. ФЛОП называется просто ФАК МИ. В плане выставился сверху, но не в плане доехал. Это дерьмо. Мерс был, цешка, купешка. Через год? Да, в 2007 году это было. Ну, для того, чтобы принять участие в розыгрыше, если я все-таки доползу до призов, то надо зайти, чтобы ты был в чатике ГГ. то есть, ты должен быть залогинен и быть на моем канале, как я понимаю. Тогда будет счастье. Как победить чудовищную диспу в ПЛО? Ну, победить ее нужно хорошим, хорошим винрейтом и банкролл-менеджментом. Если у тебя винрейт, допустим, 3бб, то скорее всего, ну, ты достаточно, и банкролл, допустим, 100 100 боинов, то, скорее всего, ты себя будешь достаточно комфортно чувствовать. На Гудгейме канал iPurity, но он на второй странице. Если вы зайдете на ГГ, и вы видите там страницу со стримами, то на второй странице я там на первой строчке. Четвертой сейчас. То есть, где-то там меня искать. Привет, Антон. Привет. Подскажи, играю 100-400 фулл-ринга. Играю в целом неплохо, но четко знаю все свои лики и не могу их исправить. Касаемо диапазонов. Подскажи, к какому тренеру можно обратиться? Да, как бы длина стола от тренера-то не зависит. То есть, если человек, тренер тебе говорит, что он учит тебя играть только фулл-ринг, то ты можешь смело в этого тренера кинуть камень. Потому что, ну, вообще любой тренер обладает, если он хороший тренер, обладает навыками для того, чтобы научить любой длине стола. То есть, рассказать там базовые механизмы, логику принятия решений и прочее. Единственное, чего тренер может не знать, это конкретных диапазонов, которые, допустим, в данный момент работают точно, железно. То есть, тренер, скажем, 6 макса может не совсем правильно класть оппонентов на диапазоны хедзапа, но и наоборот. Но в целом, как бы, то, как тебе нужно оппонентов класть на диапазоны правильно, как тебе исправить ошибки, если ты их сформулируешь, тебе любой тренер должен уметь рассказать. Соответственно, вот так. Здорово, ГЛЭ. ГЛЭ. Антон, ты не пьешь, не куришь уже несколько лет, как бросить курить, можешь дать совет? Ну, от любой зависимости, наверное, проще всего избавиться, идя по программе 12 шагов. То есть, есть методика, которая избавляет людей от наркозависимости. Ну, и, соответственно, как бы, там 12 шагов, которые ты должен сделать для того, чтобы избавиться наркозависимости. В принципе, это не важно. Это может быть, там, шопоголизм, игромания и прочее. То есть, в целом, не важно, от чего ты хочешь избавиться. Вот, берешь и, как бы, значит, идешь по этому пути. Там, там, типа, какие-то моменты, такие, типа, не нужно ставить перед собой больших целей, там, важно сегодня, допустим, не покурить. Там, какой-то дневник надо вести, у тебя должен быть наставник, который тебя будет поддерживать постоянно морально, ну и прочее. В принципе, от любой зависимости таким образом можно избавиться и, на мой взгляд, это самый эффективный способ. Здесь, я думаю, что надо чекать. Кроме Х. Ты поигрываешь в какие-нибудь одиночные компьютерные игры? Нет. Я не играю в компьютерные игры. Иногда для фона я смотрю какой-нибудь стрим сам других игроков. Ну, игроков там, профессиональных. И мне больше нравятся профессиональные игры. То есть, какая-нибудь там, я не знаю, Assassin's Creed или какой-нибудь условный Far Cry мне не нравится. То есть, на прохождение там каких-нибудь, не знаю, какие там еще недавно выходили игры, Ведьмак. Я во все это не буду играть и, скорее всего, смотреть не буду. Просто мне не интересно. Мне интересно профессиональные игры, где люди там плотно-плотно потеют. То есть, в принципе, это любая игра, которая на каком-нибудь ВЦГ играется или на другом турнире Дота, StarCraft, Mortal Kombat, кстати, красиво тоже. Потные ребята интересные матчи показывают. На самом дне типа NL2, NL5 есть ли смысл класть топов на диапазоны? Ну, смотри, единственная наша возможность выигрывать в покер это построить какую-то модель поведения оппонентов. То есть, ты, несмотря на то, что люди там иногда совершенно рандомом играют, ты все равно можешь этот рандом как-то синхронизировать. То есть, а в среднем, там, на большой дистанции, как и будет распределяться их рейндж в той или иной ситуации. То есть, если, допустим, там, ты считаешь, что у человека может быть any2, ну, значит, играй просто как будто у человека any2. То есть, ты же все равно его на диапазон кладешь. То есть, пусть это диапазон очень широкий и состоит там из сильных рук, из слабых рук, вообще из рандомных рук, но это же все равно рейндж. То есть, ты просто забиваешь там в эквиляторе, там, допустим, флоп такой, то у оппонента any2, там, сколько equity имеет моя рука. То есть, ты же для этого все равно оппонента кладешь на рейндж. Поэтому как-то так. А не играю в компьютерные игры из-за отсутствия свободного времени? Ну, да, по большей части, наверное. Ну, у меня на самом деле реально свободного времени мало и я предпочитаю его проводить в спортивном зале либо с женой проводить время. Считаю это крайне необходимым для любого семейного человека. Поэтому, ну, я лучше с женой посмотрю сериал или схожу куда-нибудь вместо того, чтобы сидеть и долбить в компьютер. Хорош. Хорош еще дабл. Хорош. Привет, удачной катки. Спасибо. Если бы был выбор только оффлайн или только онлайн, что бы ты выбрал как основной источник дохода. Ну, ответ тут очевиден. Если я не играю оффлайн, то я выбрал онлайн и для меня это как бы не для меня это не выбор на самом деле. и в частности по тем, потому что ты написал, то есть, если до казино надо тоже ехать, то это как бы лишняя потеря времени. Час. Ты целый час из своей жизни тратишь туда и час обратно. И, на мой взгляд, играть в оффлайне значительно я бы выбирал онлайн, наверное, всегда почти. Ну, точнее сказать, с той сталь я бы выбрал. А в целом, наверное, есть какие-то опции за то, чтобы выбрать офф. Для некоторых людей там игра, простота игры, там, общаться с кем-то являются определяющими, поэтому блин, а я, кстати, скинул победу. надо было прыгать в эту толпу. Шучу. Почему в GoodGaming не могу тебя смотреть? Захожу, вижу, в эфире, чат есть, а видео не идет. Ну, не знаю, ты можешь на GoodGaming переключиться на Twitch сразу же. Там есть такая штучка переключить. Переключить на Twitch, да, и, соответственно, будет все good. можешь, можешь там смотреть тогда. Но в чатике ты будешь залогиненным и сможешь принять участие в розыгрыше в случае моего доезда. карты, карты видно, карты видно, What the fuck? Как? Как видно карты? Как видно карты? Это важно, ребята. карты, я не хочу, что я не хочу кэш добавлять, я не хочу кэш добавлять, ну, честно. То есть, я параллельно периодически играю в джекпот, я могу отвечать на ваши вопросы, и если я сейчас открою снэп, я просто буду сидеть и смотреть в этот столб снэп, и... Забанит, как новый пользователь. Хорош, хорош, гг. Отсекает слабые звенья те, кто не успел раньше зарегистрироваться. Корешки видно, x, а прилетя или ака? Да не должно же было быть видно, а? Параметр, параметр. не должно быть видно их. Ну, хотя, да, я вижу, что их видно. Может быть, их видно в момент, когда я уже сфолдил? Ладно, не принципиально. Бро, а ты кто? Покаешь какой-нибудь график? Ну, кроме того, что уже показывал, не покажу, наверное, ничего. У кого стрим не работает, но гг. у нас рога, ну, зайти профиль, поменяйте плеер на html. Ну, да, тоже может. Ну, да, когда я карты не сбросил, их не видно. Так что, тут все в порядке. Не надо. Тебя вводят заблуждение, их видно только вк. повторозначено. Ну, да. Ну, и видно, когда я их сбросил. Допустим, сейчас их видно. Корешки. Но, я их уже сбросил, поэтому не так страшно это. Это защита от спамботов и прочих. При регистрации гг. нельзя в чат несколько часов писать. Это даже не бан. Ну, да, такое тоже возможно. Тогда сорян, братья и сестры. Только 102 счастливчика возможно разделит потенциально по 60 баксов. Это неплохо, неплохо. На халявку-то. Так, так, так. Ну, наверное, тут надо бомбить алым. А можешь заново показать ПЛИС что именно. Че показать там? Подскажи, пожалуйста, как при стриках, когда деньги давят, вернуть уверенность в своей игре? Ну, смотри, основнополагающий здесь является банкрот менеджмент. То есть, надо на тебя давить деньги, надо спускаться ниже. Хошь, не хошь. Не важно, то, что ты показывал хорошие результаты. Возможно, твои вот 7 бб, про которые ты пишешь, это был апстрик, а сейчас как бы все вернулось на круги своя. Поэтому 100 тысяч раздач тоже могло тебе вести. Возможно, ты лучше относился к table select и прочее. Соответственно, просто-напросто спускайся ниже и старайся там что-то показать. Если ты показывал 7 бб, допустим, на каком-нибудь 100 нл, и ты спустишься на 50 нл, ты там очень быстро всех разорвешь просто, если у тебя график показать. Ну, график был из этого. Ну, вот сегодняшний график. Сегодняшний график. 15 турниров выиграно, 870 чипсов. вот all day. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Это про по Spin and Go. Слышал вчера про халяву на full tilt? Программисты о май раздавали подарки? Не, не слышал. 100 тысяч рук может везти? Конечно, может. Почему нет? Есть же как бы калькуляторы дисперсии. то есть вы можете забить дистанцию, можете забить winrate и посмотреть вообще какие исходы там задать стандартное отклонение ну и соответственно посмотреть вообще как может везти или не везти. Ну и там все увидеть. Потенциально дерьмовый race call был. блин, из-за того, что меня пересадили. конкурс такой, что какое бы место я не занял, он будет разыгран, приз будет разыгран между пятью зрителями из чата на гудгейме. Скажи свое мнение насчет зумпокера и рек столов есть принципиальная разбитка диспателек. столы в зумпокере или в раши или в снэп покере, неважно, они убивают часть вашего ожидания на селект. Соответственно, вы больше играете в регулярных составах и соответственно, ваш винрейт скорее всего будет ниже. Разница только в этом. Но вы играете больше рук в час гарантированно. Это может компенсировать ваши потери по винрейту. Так, в принципе, игра та же самая. Ну, как бы какой-то косяк был, кто-то на этом нажил, наверное. Если бы у меня был, скажем, аккаунт, на котором я постоянно играл бы на фтп, то я бы не стал пользоваться этим багом, потому что когда баг устранят, меня попросили бы эти деньги вернуть. Ну, потому что они условно говоря, нажиты незаконно. И ради этих денег я бы точно не стал бы закрывать свой аккаунт на фултилте. То есть это глупо. Ну, а тот, кто, допустим, не играет на фултилте и так случилось, что он такую штуку урвал. Как бы поздравляю. Рэгбэк минус закрыл на спинах. А я, если честно, не знаю, какой у меня рэгбэк тут заплатили мне. Ну, так как тут не очень большие суммы там. Я, соответственно, каюсь в своей небрежности и не особенно проследил там, что мне выплатили. Ну, думаю, что точно не проиграл я на этих спин-спин приключениях своих. Очень обидно уходить прямо сейчас, но завтра на работу. Ромео, давай. Удачки тебе на работе. сможешь посмотреть в записи, на днях будет выложено. Как попасть в топ-5? Ну, чисто по-рандому будет распределяться. Хочу тоже быть баунти в турнире в будущем. Что нужно сделать? Ну, попробую пройти моим путем. Вести, быть достаточно известным в покерном комьюнити, вести лет 6-7 активно блог, основать покерный ресурс, проводить стримы, записать под сотню видео покерных обучающих. И, наверное, тебя тоже какой-нибудь, пусть даже небольшой покер-рум однажды за 8,8 долларов пригласит стать баунти. на сорсах нет, не играю. Респект за небого юз. Небого юз фултилд. Сам на него наткнулся и так же решил. Ну, все правильно сделал. Y4. Спасибо тем, кто подписывается на канал на на твиче. Если вы хотите получать обновление, то есть, не обновление, анонсы моих стримов и получать уведомления, когда они точно начинаются уже, можете подписаться на канал на Goodgame либо на твиче. Также можно следить за моим колодцем на джипсети. Там я выкладываю анонсы точно так же и за твичом моим спурити твич. Не твич, а твиттер. Что-то я сегодня слова путаю. С 4H или нет, не общаемся. У нас с ним немного общих тем. нет, 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 чувак, только не алын, только не алын. скинуть ссылку на колодец. Ну, зайди на джипси тим, раздел обучения, на форум джипси тим и раздел обучения там найдешь. Как селектить на регулярных столах сейчас вообще на самом деле с этим проблем нет. раньше могли быть допустим не знаю там три стола по четыре человека и на всех сидят разные игроки. И ты такой заходишь такой думаешь а кто здесь вообще фиш? То сейчас все понятно. Плюхается игрок никнейм которого ты не узнаешь значит это фиш и вокруг него сразу собирается толпа регуляров и твоя задача успеть подсесть и как можно ближе к фишу и тогда ты будешь в шоколаде. ну ребят если вы предложите какой-то сайт на котором можно то есть мне нужно выбрать рандомно пятерых людей каким образом я могу это сделать на goodgame это реализовано как мне еще честно выбрать пять человек я не могу так сидеть и на каждый никнейм там о это мимо это тоже мимо это попал как бы это нечестно а на goodgame это реализовано поэтому да можно и google кстати тоже воспользоваться думаю что вполне нереально найти таким образом но вот м все такие хитрые как и ты понимаешь поэтому именно поэтому лучший честный способ выбрать 7 бб стек уже о май га сейчас надо будет алын значит ставить о need some food нифига отожранный такой просто адово отожранный 18 тысяч красавчик в и Продолжение следует... На самом деле в пушботе нет ничего, особенно на длинном столе, нет вообще ничего сложного. Обычно пушить трэш с ранней позиции крайне невыгодно. И даже если вы не особенно компетентны в пушботе, ну типа как я, наверное, то все равно просто сыграв тайтово на ранних позициях вы сможете не сильно плохое ожидание показать. Продолжение следует... Все, чувак, уже пора, пора, пора погибать. Блин, ну заканчивай. Сколько можно? Сколько можно? Просто не ту, а лин. Просто а лин, не ту. Блин. 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 Сколько мы уже с ним скатали, а линов-то вообще просто немерено. Кол по говну давай. Хорош. Так. Ам, 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 ам. Надо лин стать. И тащить снизу. Сверху? Ху-ху-ху! А-а-а, Нитсамфуд, Нитсамфуд. Ну, красавчик. Молодец. Нитсамфуд на самом деле заслуженно. Зритель, который на всех стримах был. И считаю, что, ну, наверное, если кто-то и должен был выиграть, то мне кажется очень хорошо, что это он. С точки зрения... С точки зрения его колл, с точки зрения чипсов, он скорее минусовой, я так думаю. Ну, по крайней мере, очень пограничен к минусовому. В плане того, что за спиной сидит достаточно большой игрок, и у него всего лишь валят 3. Но с точки зрения того, что он может выиграть этим алыном 400 долларов, для него это easy call. И я думаю, что да. То есть он теряет там часть своего стэка, и при этом он может выиграть 400 долларов, что является больше, чем за первое место. Поэтому тут он мог вообще колить там на any two, из-за того, что я здесь ставлю all in тоже достаточно широко. Ну, все те, кто 103 человека, сейчас сидят в чате и ждут призы. Извиняйте, ребята, я вылетел на 46-м месте, немножко не долетев до призов. Но, тем не менее, на мой взгляд, показал хорошую игру. Почему я не могу посмотреть в фишках, интересно. Не знаю, какой all in его я показал в турнирах, в турнире. По-моему, не знаю точно. Может быть, около нуля. С учетом того кулера с двумя шестерками, наверное, это более-менее ок. Тильтовал ли ты когда-нибудь? Ну, наверное. В начале карьеры, естественно, были какие-то неудачные сессии. Ты дают тренировку или деньги? Но это надо разговаривать с теми, кто организовывал эту акцию. Наверное, есть какой-то вариант и деньги получить. Я не знаю, не буду точно говорить. Про эквивалент денежный в условиях ничего не было написано. Поэтому... Может, разыграем еще что-нибудь? Ну, давай, тащи, чего разыграть. Принеси, что разыграть. Я легко понажимаю на кнопки, разыграю. Мне ж не сложно. А если ты хочешь что-то мое разыграть, то... Наверное, не особо интересно. У нас начинался во сколько? В 9 начался турнир. То есть часа полтора, наверное, я уже стримлю. Думаю, что сейчас тогда, наверное, я сыграю. Вот эту диск-то играю. Эту СНГ. Ой, надо было здесь All-In поставить. Ай-яй, плохо сыграл. Ну, вот за сегодняшний день мы сыграли 17. С лютым винрейтом сыграли. С лютым, но и с лютым недобором. Как обычно. Дерьмо. Дерьмо продолжается. Сколько я показал в среднем? 13, 8, 3, 2. Ну, этот парень на Any2 разит. Мы его будем на Any2 переставлять. Красавчик. Разделить 389. 35 фишек с турнира. Ну, немного, определенно, но, скорее всего, в плюс. Давай, Деда Мороза разыграем. Круто. Крутая идея. Картинку Амая, наверное, уже убрать, может. Больше нам не понадобится. Покер является работой. Ну, да. Можешь посоветовать, как работать над собой, чтобы не тельтовать, не заниматься, в каком направлении двигаться. Ну, 100% того, что в направлении улучшения понимания игры. То есть, когда ты будешь понимать реальное мат-ожидание от того, что происходит за столом, ты будешь существенно реже чувствовать себя обделенным, обиженным, несправедливо. А это чувство основное, основной двигатель, на мой взгляд, тильта. Соответственно, чем лучше ты будешь понимать игру, чем лучше ты будешь видеть мат-ожидание реальное, которому соответствует твой розыгрыш, тем, соответственно, меньше ты будешь тельтовать. Тут просто очень крутой парень. Сейчас я доиграю за турнир. Будет небольшая пауза, наверное, может быть, минут 5. И после этого я буду отвечать на вопросы. Ну, думаю, что часик, наверное. В прошлый раз очень много вопросов задавали. Но, надеюсь, до 12 закончить. Где лучше начать играть? В целом это не принципиально. Тот рум, который ты выберешь первым для того, чтобы начать играть, низкие лимиты до, там, НЛ-100, в принципе, ты можешь играть в любом руме, и в любом руме для тебя будет достаточной игры. От такого, что рум для новичков, такого не существует понятия. То есть везде там есть какой-то определенный градус крепости, и он приблизительно одинаковый во всех румах. И, то есть, какой-то халявы. Если есть какая-то халява, то есть в плане того, что там совсем слабые игры, то там, возможно, какие-то проблемы с надежностью рума. Что, соответственно, даже маленькие деньги могут у тебя отжать. Даже твой депозит, там, 50 долларов, шакалы, могут просто отжать и не выплачивать тебе потом его никогда. Какой? Как рум покерки мне искусствует? Ну, я не слышал проблем с этим румом. Поэтому мы его продвигаем в плане исха и покеров. Я думаю, что вполне себе ок, рум. Я думаю, что я здесь могу колить. Спектр его лимпа крайне широкий. И часть тузов, как минимум, он будет рейзить. Соответственно, у него тут есть трэш типа 5-7 такого плана руки. 10х, конечно, тоже может быть. Готов был. А, ну вот, да. Готов был закрывать, да. Я так и сказал. В плане того, что у нас же 400 долларов, когда речь идет о 5-бб кола, когда у тебя стэк большой. Хотя, даже если бы у тебя был стэк 5-бб, я думаю, что это было бы плюсово. Очень большое ожидание. Что думаешь о руме Покердом? Ну, тоже рум какой-то. Я на нем играл совсем немножко в китайский. И, в принципе, рум оставил нормальное впечатление, за исключением какого-то правила, что можно выводить, только если ты набил 20% сколько-то там рейка от суммы депозита. и вот это... Ну, то есть, там должен быть какой-то кэп. То есть, румы угорают на 1% от суммы депозитов кэш-аутов, насколько я понимаю. И, ну, просто из-за платежных систем. Но, тем не менее, они не на 20% угорают. Соответственно, заставлять столько отыгрывать, там, даже с учетом того, что там, ну, они, естественно, из этих 20%, которые ты наиграешь, не все 20% получают. Но это как-то получается совсем решать свои проблемы за счет клиентов. Несмотря на то, что есть какие-то абузеры, наверное, которые как-то это используют, но все равно это, на мой взгляд, крайне не дружественная тема. Это, как знаете, раньше была, и, может быть, и сейчас в некоторых местах есть, типа, если вы платите безналом, то плюс 5%. То есть, люди открыто говорят, что они обналичивают в черную безнал, и это им стоит 5%. Как бы, это некрасиво. Это, по сути, небольшие деньги в разрезе рума, даже с учетом абуза. То есть, лучше потратьтесь на то, чтобы исключить, там, как-то искать абузеров и как-то их, именно абузеров, наказывать. Но обычных пользователей, я считаю, что это слишком суровое наказание. Не располагает этим самым рум к себе. С налоговыми проблем по призовым не было. Плати налоги, и не будет никаких проблем. Почему iPoker, а не StarZFTP? Ну, я не играю на PokerStars, мне когда-то давно забанили аккаунт. там. Из-за этого я там не играю. В целом, думаю, что неплохой рум PokerStars. Ну, по крайней мере, был до того, как порезали VIP-программу. Ну, он хорош тем, что если вы много играете, если вы играете мало. Насчет того, что абузеры обыгрывают дистанцию, ну, по сути, как бы это значит, что они выплачивают. И, значит, они не эту тему абузят. То есть, я имел в виду, что некоторые люди там какую-то VIP-программу какого-нибудь с крыла либо на тейлера абузят. Что им там возвращают какой-то кэшбэк за депозиты. Они делают туда-сюда депозиты кэш-аут. Налоги, да, плачу. Там, если вы нагуглите, пурите налоги, то даже будет, наверное, одна из первых статей, как платить правильно налоги за Poker. Забанили аккаунт за то, что дал другу. Сейчас играю на лотосе от АХ. Если набью тренировку с тобой, то возможен ли формат LiveFinder по базе с тобой? Да, возможно. LeagueFinder. Возможно. Парень достаточно title ставит all-in. Много limp, fold играет, поэтому любое equity будем пушить. Есть вероятность, что он что-то такое нарваться, но вероятность того, что он сфолдит, она... У нас есть еще equity, если... в любом случае. Пока, парень. No. Ну вот, то, что мы имеем по итогу. Today. Ну, в принципе, более-менее ок. Один плохой fold сделал, один bad call сомнительный. Stus5. Ну, в целом, ну, кстати, что-то почему-то еще очень много проиграл без showdown. Наверное, невнимательно играл вот с этой... в этот момент тоже. Как красная линия у вас падает, значит, регулярно вы играете невнимательно либо плохо, либо очень много раздач играете. Так, ну, наверное, на этом будем заканчивать. Спасибо всем тем, кто смотрел записи. Тем, кто смотрел сейчас онлайн, меня запись можно будет найти на YouTube. На канале на основном канале. Сейчас будет буквально пятиминутная пауза и кто хочет задать вопросы, у вас будет такая возможность. Кто хочет потом посмотреть записи, соответственно, посмотрит в записи на канале Purity Talks. Соответственно, спасибо всем, кто смотрел, задавал вопросы. Спасибо всем тем, кто присутствовал на стримах, поддерживал движуху в этом непростом 2015 году. Увидимся с вами и услышимся уже в 2016. Постарайтесь от этого года взять еще все, что вы можете. Хорошие, достаточно игры ожидаются. Ну и продолжайте играть в покер, оставайтесь хорошими людьми. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok